Добрый день, дорогие зрители! В эфире онлайн-проект «Лучшие 30 лиц за 30 лет независимости Республики Казахстан» в моем населенном пункте. И с вами я, Тукташева Олеся. Герой нашего сегодняшнего интервью занимается спортом более 15 лет. Были в его жизни футбол, волейбол, легкая атлетика. Не раз он защищал школу, село, участвуя в президентском многоборье и занимая призовые места. Итак, у нас в гостях наша гордость. Выпускник 2013 года, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпион Казахстана и Азии Мадаев Адлан. Адлан, расскажи немного о себе. Как началась твоя спортивная карьера? Начнем с того, что я родился и вырос в Тадузаке. Учился здесь до 11 класса. Потом переехал в Казахстану. Сейчас живу в Казахстану и проживаю, тренируюсь сам. Началась моя спортивная карьера. Также отсюда, в деревне. Я всю жизнь тренировался с всеми видами спорта, которые можно было здесь тренироваться. Это баскетбол, волейбол, футбол, теннис, легкая атлетика. На все соревнования выезжали, тренировались. Занимали места. Я тоже много мест занимал в свое время, когда здесь учился. Расскажи немного о виде спорта, которым ты занимаешься сегодня. Я занимаюсь бразильским джиу-джитсом, грэплингом. Это родственные виды спорта. Просто есть небольшое отличие в правилах и в амуниции спортивной. Допустим, в джиу-джитсу мы боремся в кимоно. Кимоно – это японское название, а вообще ги называемое. Это куртка и штаны. Грэплинг – это шорты, рашгарды, обтягивающие белье. В таком боремся. Ну и федерации, это, естественно, разные. Можно сказать, разные виды спорта. Ну, в принципе, почти одно и то же. Каких результатов ты достиг? На сегодняшний день, за три года, чуть больше трех лет, как я занимаюсь, я являюсь мастером спорта Казахстана по джиу-джитсу, мастером спорта по грэплингу, чемпион Казахстана по грэплингу, призер чемпиона Казахстана неоднократный, чемпион международных турниров, чемпион Азии по джиу-джитсу. Также я много раз область выигрывал и на таких незначительных турнирах много выигрывал. И являюсь пурпурным поясом под джиу-джитсу на данный момент. Адлан, где тебе легче выступать? Когда ты дома или когда ты выезжаешь куда-то? Ну, конечно, выступать легче всегда дома. Родные стены, друзья, поддерживать себя. Конечно, ответственность и там, и там большая, но дома легче и психологически, и на дорогу времени занимает, не устаешь к дороге. Дома, конечно, рожаще. Планируешь ли ты связать свое будущее с тренерской карьерой? Да, конечно, планирую. Я сейчас уже, можно сказать, тренер действующий тоже. Тренирую детей маленьких от 5 до 8 лет. Да, планирую. Школьная жизнь – это не мало, не много, а целых 11 лет. Что для тебя значит школа? Школа – это, не знаю, что-то незабываемое, куда хочется всегда вернуться. В школе много моментов запоминаешься. Все детство здесь, можно сказать, прошло друзья первые, одноклассники. Ну, все здесь было в этой школе незабываемо. Это самые важные годы, можно сказать, в жизни. Какие у тебя ближайшие спортивные планы и цели? Ну, планы у меня сейчас в середине сентября, где-то 15 по 16 число в городе Абудабе. Это Армский Мират будет проходить чемпионат Азии. И мы со сборной поедем начать через нашу страну. Это ближайшие планы. Ну, а цель, конечно, выиграть чемпионат мира, выиграть самый крупный турнир. Можно сказать, в мире джиу-джитсу – это азиатские игры. Это прям самая большая цель, которую можно завоевать в этом диспорте. В чем ты считаешь секрет своего успеха? Секрет успеха? Ну, постоянство, наверное. Надо всегда тренироваться. Прямо что? Поддержка окружающих, друзей. Вообще важно всегда окружение. В каком окружении ты будешь, туда ты будешь стремиться. Чем выше у тебя друзья. У меня есть друзья, которые мастера международного класса. Ты с ними общаешься, тебе хочется тоже этого. Ты с ними ездишь, общаешься, тренируешься, выезжаешь в соревнования. Хочешь добиться такого же успеха. Это мой секрет в окружении, в постоянстве тренировок. Что бы ты пожелал учащимся нашей школы? Ну, пожелал бы. Если они хотят пойти в спорт, то, конечно, тренироваться. Неспотяне на что. Я здесь тренировался сам. На площадке он там бегал, где сейчас один тренировался. Футбол, мяч, финал там. Ничего страшного там нет. Можно с любого места стать чемпионом. Как Хабиб Нумагомедов. Допустим, у нас маленькая села в горах жил. Стал всемирно известным чемпионом. И все знают, что возможности нет, пределы возможностей. С любого места можно выбиться. Главное, усилия прикладывать, не отчаиваться. Адлан, спасибо тебе большое, что посетил наш онлайн-проект. А тебе удачи в спортивной жизни. Спасибо большое, что позвали. Был рад вернуться в школу родную. Спасибо вам. А мы с вами не прощаемся. До новых встреч.